Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Программа о том, кто и как формирует жизнь горожан главного города Молдовы. Не секрет, что масса недовольства деятельностью столичного мэра Дарина Киртуака, которая к тому же находится под следствием, достигла критических величин. Это и послужило главным толчком к рождению инициативы социалистов провести референдум по его отставке. Как результат, 19 ноября в столице пройдет референдум. Поддерживаете ли вы отзыв примара муниципия Кишинова Дарина Киртуака? Именно так будет звучать вопрос, на который предстоит кишиневцам дать свой ответ. За назначение этой даты днем референдума по отставке генерального примара Дарина Киртуака накануне проголосовали 26 местных избранников. О том, в каких обстоятельствах формировалось это решение, поговорим с гостем программы, муниципальным советником от партии социалистов Республики Молдова Станиславом Вартаняном. Здравствуйте. Добрый. Соответствующий проект решения, о результатах которого мы сегодня говорим, вынес на голосование фракция партии социалистов в муниципальном совете по инициативе председателя фракции Иоанна Чабана. Как результат, теперь каждому из нас, каждому из кишиневцев предстоит 19 ноября дать свой ответ на вопрос, хотим ли мы видеть на посту генпримара, нынешнего городоначальника. Но вот все-таки, действительно будет поставлена точка в этих всех историях, связанных с сомнительными, с появлением сомнительных градостроительных, не знаю, чуть ли не сказал учреждений, а имеется в виду мероприятий, сомнительных строений. Снова кишиневцы перестанут выходить на протесты перед стройками, перед котлованами, которые возникают на месте детских площадок. Действительно ли это станет, ну, не знаю, точкой разворота к новой истории города, который, как поется в песне, был когда-то город-цветок из камня? Ну, вы знаете, значит, в первую очередь нужно сказать, что то, что, вот вы говорите, проблемы города, которые накопились за последние 10 лет, конечно же, в одночасье они не пропадут, не уйдут. Однако, вот в данном случае пословица, поговорка, что рыба гниет с головы, она, на мой взгляд, наиболее актуальна. По одной простой причине. Почему? Потому что, по моему глубокому убеждению, практически все, или большинство проблем, с которыми сталкиваются кишиневцы, с точки зрения эстетики, с точки зрения удобства жизни в городе, начиная от разбитых тротуаров и заканчивая, непонятно как, функционирующим общественным транспортом, начиная от состояния наших парков, которые застраиваются хаотично, и заканчивая, в принципе, условиями, в которых люди получают те или иные документы в примарии, коррупционными схемами и так далее и тому подобное. Все, что мы, к сожалению, как кишиневцы привыкли за последние 10 лет, весь тот негатив. И то, во что привлечился в город, это, в принципе, на 90% это прямое следствие деятельности Дарина Киртуака и его команды. Да, он может говорить, что многие годы какие-то муниципальные советы, сосозовые составы, люди, фракции, политики, кто-то где-то что-то ему мешал. Но мы должны понимать, что когда, особенно в этом совете, конечно, намного сложнее ему работать, потому что, ну как сложнее, сложнее было проводить все его схемы, проводить все его нелегальные или сомнительные решения. Но в прошлых советах, когда ему нужно было, ему и его фракции, и его соратникам, проводить десятки, сотни решений, связанных с землей, связанных с тем, чтобы отдавать стадионы под постройку новостроев, связанных с тем, чтобы парковые зоны уничтожались. Каким-то чудесным образом муниципальный совет Киртуаков находил недостающие голоса, и целыми фракциями вместе с либералами было голосование в прошлом совете. Это все проходило достаточно тихо и без всяких громких разоблачений. Достаточно тихо, достаточно гладко. Ну, стоит вспомнить, к примеру, знаменитое голосование, знаменитый день в 2015 году в мае, по-моему, то ли 13, то ли 18 мая, когда буквально последнее заседание перед выборами, местными выборами, как говорится, напоследок, уходящий муниципальный совет, собственно говоря, с уходящим на тот период примаром, потому что неизвестно было, если он сможет снова одержать победу или нет, они проголосовали более 800 решений, которые начали аукаться Кишиневцам. Подземельным участкам. Большинство подземельным участкам, которые начали аукаться и возникать в качестве проблемных строительств, как грибы после дождя в течение 15-го, 16-го, 17-го годов. И если вы помните, мы даже тогда попытались сорвать это заседание, тогда вот знаменитая была, так называемая, потасовка, где Иоанн Чабан потянул киртуака за уши. К чему я так говорю? Я говорю к тому, что да, в одночасье, вот в день 19-го ноября, когда мы все выйдем, и я надеюсь, все кишиневцы, те, которые увидят, которые знают и понимают, во что превратил примар город, и они видят это на собственной жизни, собственными глазами. Те, кто выйдут и отправят примар в отставку, конечно же, 20-го ноября город не превратится в сад. Но, чтобы вы понимали, дарин киртуака – это вершина айсберга, но это вот такой цементирующий элемент, который пустил щупальцы во все структуры примарии, посадив туда людей исключительно по партийным принципам, исключительно по бизнес-интересам. И эти люди работали исключительно на благо либеральной партии, на благо финансовых групп, которые, да, тырды и так далее, на благо Михаила Гимпу лично. И, собственно говоря, той империи, коррупционной империи, которую он построил. Более того, мы понимаем, что дарин киртуака, хотя сейчас этот фактор уже никому, наверное, не интересен, дарин киртуака был таким цементирующим элементом политической карьеры Гимпу и вообще всех либералов. То есть, благодаря киртуаку Гимпу, собственно говоря, попал в большую политику. Он был многие годы, да, таким полумаргинальным политиком. Тем не менее, вот благодаря примару, благодаря тем ожиданиям, которые были в 2007 году, ему удалось войти в большую политику в 2009 и закрепиться, нашему большому сожалению. Но, тем не менее, мы знаем, к чему это все привело, и мы видим, какие сегодня рейтинги у партии. Эпоха либералов заканчивается. Как минимум, некоторые фигуранты, да, вот, Габрецкий и так далее сидят в тюрьме. Киртуака тоже с большой долей вероятностью должен будет сесть. Но, опять-таки, вот завершая вот это маленькое вот такое вступление по поводу того, что изменится. Изменится, прежде всего, то, что Кишинев получит шанс поменять вот эту всю коррупционную команду на новую команду. Причем на новых людей, которых они изберут. И не важно, какой партией они будут. Социалисты, народные европейцы, там, я не знаю, кто еще, другие партии. Просто кишиневцев, у кишиневцев будет реальный шанс избрать человека, который будет заниматься хозяйством и городом, а не защищать город от прихода русских танков и от русской оккупации. Потому что эти ребята, которые сидели здесь, их главная задача была понастраивать памятников. Их главная задача была, как можно, на мой взгляд, вообще разрушать нашу столицу. Потому что для них Кишинев это не столица, для них столица Бухарест. К сожалению. Поэтому, когда, вот даже забавно, вот позавчера было заседание, нет, вчера было, вчера было заседание, когда было принято это решение, почему-то представители либералов выходили к трибунам и начали кричать, что вот мы теряем главного защитника руманизма, человека, который нам, наш духовный чуть ли не папа. И опять-таки, опять начался геополитический бред, не имеющий ничего общего с Кишиневым, с развитием города, с развитием столицы. Поэтому, да, изменится. И да, этот шаг необходим, как воздух Кишиневу. Почему? Потому что мы еще, наверное, об этом поговорим, по поводу того, почему Киртака должен быть уволен. Ну, не будем заглядывать. Забегать дальше. Ну, прежде всего, хотелось спросить, в какой обстановке принималось решение. Понятно, что всему этому предшествовал масштабный сбор подписей. Было собрано количество голосов, превышающее необходимое. Да, более 80, 85, 86, даже больше, да. А при необходимых 63, 64. То есть, Кишиневцы откликнулись на этот призыв. Мы, журналисты, наблюдали очереди. Когда в этих подписных листах люди ставили с удовольствием свои подписи. Многие из них даже не уходили из этих палаток, обсуждали это горячо. И ждали, и верили, что это случится. Именно этим людям как раз это решение стало большим подарком. Но стало ли это большим сюрпризом для ваших коллег в муниципальном совете? И как проходило это обсуждение? И вот я уже, так сказать, чуть в сторону отойду. Сам Дорин Киртуак отреагировал с таким вопросом, что раз этот референдум назначен на 19 ноября, не стало ли это грустным подарком его дяди? Ну, значит, по поводу 19 ноября даты. Ни в коем случае эта дата не подгонялась под день рождения Михаила Гимпу. Ни в коем случае, еще раз, чтобы все зрители понимали, что это просто совпадение по одной простой причине. 19 числа по стране и в том числе и по муниципию, по-моему, в Синжире, будут проходить местные выборы. По закону, электоральному избирательному кодексу, нельзя вместе с выборами, любыми выборами, по-моему, 120 дней до и 120 дней после этого события и проводить еще референдум или другие избирательные мероприятия, связанные с избирательными процессами. Референдум является одним из видов избирательного процесса. Поэтому референдум нельзя проводить 120 дней до 19 ноября, когда несколько городов по стране имеют выборы очередные, и после. Поэтому, собственно говоря, исходя из законных требований, другого... То есть эту дату продиктовал закон? Да, абсолютно невозможно было. Тут нет никакого. Это что касается того, что грустный подарок, и ГИМПу, и Киртока сказал, что это какой-то циничный подарок. Ну, видимо, с судьбой продиктован. Послушайте, мы видели, что Примар, вот даже в одном из последних интервью изобразил такое немножко театральное представление о том, что почему-то, по его мнению, тот факт, что он сейчас находится под домашним арестом, не позволит ему завести семью и детей. Ну, я не хочу комментировать его личную жизнь, я не хочу комментировать его состояние, семейное состояние. Я где-то по-человечески, наверное, можно его понять, учитывая, да, то, что сколько лет он провел в Примарии, как он провел этот другой вопрос, и почему у него не было семьи, это тоже его вопрос, это его личное дело. Но, вы знаете, честно говоря, вот я не могу, я не могу ему простить многих вещей, такие вещи, как то, что происходило и на рынке с пожарами, то, что происходило с детским питанием в садиках. Мы все родители, у нас их все дети, и люди, которые так или иначе причастны к этим делам, они не просто не были привлечены к какой-то там ответственности, не важно, уголовной или административной, они даже не были уволены. Поэтому каждый раз, когда мы видим Примара по телевизору, где он строит из себя очередной раз жертву, мы должны вспоминать, что по большому счету, в течение 10 лет жертвы – это мы, кишиневцы, с точки зрения среды обитания. У нас программа называется «Городская среда». Так вот, вот та городская среда, которую создал Дарин Киртуака, в ней мы все жертвы. И поэтому чисто как гражданин, как кишиневец, и как человек, который понимает, что творил все эти годы Киртуака, и с каким лицом, с какой ухмылкой, и с каким лицемерием это все делал, когда он нам в лицо говорил, что вообще парковочный проект – это вообще европейская вещь, а вы тут пытаетесь совки с вашей ментальностью азиатской, как вы можете европейский проект по парковочным нам зарубить? Нельзя так. И когда мы узнаем, что европейский парковочный проект – это всего лишь на проект распила денег на 25 лет, вот люди должны помнить, что это человек, который из года в год просто тупо зарабатывал. Вместе со своей гашкой либералов зарабатывал на нас, зарабатывал на том развитии, которое Кишинев мог бы получить. Трудно сказать, что это заработок, это грабеж был. Ну, зарабатывал в кавычках, да, воровал. И поэтому, в том числе и трагедия наша вся, что мы не только жертвы Кишиневской городской среды, мы жертвы нашей порочной судебной системы, которая закрывала глаза на это. Мы жертвы того, что, к сожалению, в нашем государстве за последние 8 лет юстиция селективна. Мы жертвы того, что люди, которые за последние 8 лет, я немножко переходя уже на государственную роль, та же самая и проевропейская власть, тех людей, которые были, как говорится, во властной обоиме, не трогали. И Киртуака позволялась, разрешала делать все, что он хочет вместе с ГИМПу. Почему? Потому что голоса ГИМПу нужны были в парламенте для того, чтобы проводить какие-то свои моменты. Поэтому всю его жертвенность, все его нытье он может рассказывать своим друзьям в колоннице. Или где он там сейчас сидит. Тут, кстати, даже непонятно, где прописано. В колоннице все-таки. Или в квартире, которую ему подарил его одноклассник Гамрецкий-Стойчев, еще один уголовник, которого он приютил, и с которым их связывает дружба. Или еще непонятно что. 26 советников поддержали это решение. Кто среди них? Собственно говоря, практически все поддержали, кто присутствовал. За исключением либералов. Можно только поприветствовать. Я думаю, здесь не должно было быть никаких сомнений, никаких политических разногласий. Почему? Потому что в той или иной степени все, кроме либералов, все фракции за эти несколько лет муниципального совета, который нового состава, выступали за то, что Киртака должен уйти. В той или иной степени. Критиковали его. Несмотря на то, что некоторые советники, да, пытались, некоторые фракции пытались даже войти в начале в снимок коалиции. Я еще речу о народных европейцах. Но в конце концов, потом все-таки даже они поняли, что вот с этими ребятами... Станится соучастниками грабежа на роде следует. Ну, собственно говоря, да. То есть ничего каши не сварить. Поэтому, да, проголосовали все. И слава Богу, спасибо им. Но люди понимали, понимаете, тут политики не может быть по одной простой причине. То, что Иоанн Чабан вышел и предложил дату на 19 ноября, собственно говоря, это предложил не он, а он выступил от имени тех 86 тысяч человек, которые поставили подписи. И причем не просто подписи. Они пришли и дали свои паспорты, данные. Это люди, которые не поленились, взяли с собой паспорта, выделились 10-15 минут своего времени, пока они идут домой или на работу. Целенаправленно. Да, целенаправленно. То есть люди, которые целенаправленно готовы сделать все, чтобы Киртаку ушел. Таких людей намного больше, чем 80 тысяч, я уверен. Просто люди, многие люди видели, как быстро набирается эта цифра, и поняли, ну, в принципе, и без моего голоса цифра наберется, и как минимум подписи пойдут. Учитывая, что нашу инициативу, инициативу, в принципе, по референдуму, до этого, несколько лет назад, судебная система блокировала. По той или иной причине. Мы понимаем, что это было давление сверху. Наверное, часть людей решила, вот поэтому, в том числе, в этот раз не ставить свои подписи на этапе сбора подписей. И подумала, ну, непонятно, может быть, у них и не получится, давайте посмотрим. Поэтому я уверен, что реально людей, которые хотят, чтобы Киртаку ушел, ну, сотни тысяч. И реально сотни, несколько сотен тысяч выйдут. Как минимум 200-250 тысяч должно выйти, как по моим подсчетам, из того, что я могу ощущать и понимать. Просто люди думали, что давайте вот они соберут подписи, давайте они попробуют обратиться в суд. И, наверное, может быть, их запорят. Если суд пропустит, и они доведут дело до самого референдума, да. Поэтому еще раз, как бы вот, пользуясь случаем, ну, я еще обращусь к кишиневцам, поэтому я вот думаю, что в этом отношении тут никакой не может быть политики, потому что все фракции, ну, кроме либералов, это само собой понимают, что эта инициатива, она идет снизу от рядовых кишиневцев. Ну, так получилось, что вот в этот раз социалистам удалось как бы мобилизовать и провести технически эту вещь. Ну, собственно говоря, и это неудивительно, почему? Потому что на данный момент партия социалистов является крупнейшей партией в стране. И, наверное, по организационным ресурсам она могла, как минимум, в Кишиневе провести данное мероприятие, а именно сбор подписей. Ну, и по результатам кишиневских выборов, и по муниципальному совету, составу крупнейших фракций в муниципальном совете, и, в принципе, главный оппонент Киртвака на уровне примара. Понятно, что по большому счету социалисты могли технически вытянуть вот такой механизм. Я хотел обратить внимание вашей и наших зрителей на такой симптом. Политика, которая звучала всегда на заседаниях муниципального совета, она, скорее всего, была больше прикрытием для того, чтобы увести в зону совершенно других обсуждений внимания горожан. и под этим прикрытием принимать удобные для сформировавшегося большинства во главе с либералами те или иные решения. Но вот голосование сегодня с вами вместе с социалистами, представителями других партий, дает возможность, ну, во всяком случае, предположить, что данное мероприятие, вот референдум по отставке Киртвака, не будет оформлен как какое-то партийное мероприятие. Абсолютно. Потому что у меня складывается впечатление, что, в принципе, мы говорим о Кишиневце вне зависимости его политических предпочтений. И, в принципе, в общем-то, мне кажется, город должен существовать вне зависимости от того, не делить нас район на районы. Здесь красные, здесь синие, тут розовые, там, может быть, еще... И более того, сейчас уже обсуждается и стратегия, и продвижение эферендума. Мы ни в коем случае нигде социалисты как бы не будут выходить вперед. То есть мы постараемся привлечь как можно больше людей для того, чтобы довести простой, понятный месседж, послание до каждого Кишиневса, что сейчас, сегодня, впервые, за многие годы есть возможность не ждать еще несколько лет до окончания мандата, а высказаться относительно того, поставить оценку работе градоначальника. Причем, здесь, опять-таки, если Киртака уходит, это не значит, что сразу автоматически приемаром становится социалист, или, я не знаю, народный европеец, или либерал другой, или от нашей партии, Усатова, и так далее. Киртака уходит у всех, у каждой партии, у любого Кишиневца, у которого есть разные предпочтения в разных политических силах, даже Майя, Сану, Анастаси, могут выбрать своего нового кандидата. Поэтому все должны понимать, что это дело не политическое и не партийное. Понятно, что это часть политического процесса, но, к сожалению, без этого действия, без того, чтобы примара сейчас не отстранить от должности через референдум, невозможно начать ломать эту систему до конца. Да, мы пытаемся, да, мы делаем все, что можем на уровне муниципального совета, на уровне комиссии, профильных комиссий, где мы можем хоть как-то влиять на муниципальные предприятия. Это вот сейчас проекты, которые мы сейчас двигаем. Да, мы можем как-то влиять на формирование бюджета, на формирование каких-то стратегий, но, в конце концов, исполняет все. Мы всего лишь законодательный орган. Мы пишем стратегии, мы пишем законы на местном уровне, но если исполнитель их бойкотирует, если исполнитель делает все, что нужно только для него, а то, что нужно для Кишинева, если он видит у него свое видение, а его видение мы видим уже, вот, вот, вы на улицу мы видели его видение, да, я, тавтология, видим его видение, то есть, мы видим этот бред, в котором превратил город, то мы должны понимать, что сегодня он под уголовным преследованием, завтра юстиция говорит, ну, вы знаете, вот как было во многих много раз, все-таки недостаточно оснований, и давайте его выпустим. И он выходит весной к премьеру, на свободу, возвращается обратно в премьерию, и снова мы продолжаем этот бред, и этот бардак в городе, жить в нем дальше. Поэтому, вот эта уникальная возможность, с которой вот уже практически дошли, остался последний шаг, остался всего лишь выйти 19-го числа, 3-е воскресенье, ноября, я надеюсь, будет хороший день, ни жаркий, ни холодный, нормальный день, вышли, поставили свою оценку, и пошли по своим делам, и все, и заканчивается этот кошмар, связанный с Киртуакой и его командой. Ну, люди, по сути, такие существа, что привыкают очень быстро к среде обитания, приспосабливаются, и, в общем-то, мы, кишиневцы, не заметили, что за последние 10 лет оказались в таком преддверии ада, потому что увидеть, вспомнить то, чем являлся и каким был город до появления, так сказать, Дарине Киртуаку в кресло гранначальника, и то, что сегодня он себя представляет, наверное, эта параллель была бы, то есть, эта параллель, она не в пользу сегодняшнего Кишинева, и, конечно же, вернуть, то есть, мне кажется, изменить, и отмотать время назад невозможно, но сделать, исправить ошибки, еще, наверное, есть шанс, и здорово, что за всем этим, мне кажется, кишиневцы должны понять, что за всем этим нет конкретного политического противостояния партии социалистов с одной стороны и Дарине Киртуаку, и либералов с другой стороны, это противостояние, которое навязал сам Дарине Киртуаку кишиневцам, уничтожая жизненное пространство горожан, и в этой связи вот у меня возникает такой вопрос, не складывается, ну, наверняка мы знаем эту черту наших с вами сограждан, мы все сострадаем жертвам, вот сегодня Дарине Киртуаку пытается выглядеть жертвой, и следовательчивое интервью, и вот намеки на то, что личная жизнь не сложилась, и, наверное, уже не сложится никогда, и вот это ведь работает на образ жертвы, а мы знаем, что, ну, есть немало людей, которые готовы простить, знаете, это можно назвать по-разному, там, скандинавский синдром, шведский, еще как-то, то есть, но, что должно быть, наверное, главной мыслью сегодня у Кишиневца в, ну, таким основным мотивом идти 19 ноября на этот плебисцит? У Кишиневцев, как бы это не банально звучало, да, появился свет в конце туннеля, чтобы, наконец-то, попытаться все-таки изменить, изменить систему, которая вот настолько прогнила, что ее метастазы мы видим уже вот ежедневно на улицах города и в нашей повседневной жизни. Дай Бог, чтобы Дарин Киртуака, у него сложилась личная жизнь и после того, как мы его отправим в отставку. Это его личное дело. Мы не хотим его ни жалеть, ни сложиться личной жизни. Дай Бог, чтобы у него была семья, дети. Не получится, юстиция сработает. Я считаю, что он за все эти годы наворотил столько, что, к сожалению, при нормальной юстиции он должен сидеть. И я подозреваю, мне кажется, что все-таки какой-то срок, даже если небольшой, он получит. По идее. Не знаю, как это все произойдет. Мне, по большому счету, мне, как кишиневцу, который хочет жить в городе, в уютном городе, где ровные дороги, хорошие тротуары, где работают фонтаны, в конце концов. Они фонтанчики, которые не работают. Работают уже. Где спускаться вниз в подземки не страшно, а приятно. И не опасно, потому что половина ступенек поломаны. Для меня, как и для кишиневца, важно, чтобы это все было. Личная жизнь кишиневца и его проколы, меня мало как кишиневца интересует. Как муниципального советника, конечно, вот за эти два, два с половиной года, которые мне удалось видеть, что происходит изнутри совета, изнутри, хотя, то есть, обладая чуть-чуть больше информации, больше данными, чем у меня были до того, как я стал муниципальным советником, конечно, я вижу, что столько он наворотил, что не видит простой кишиневец, и которому нет дела до этого. И здесь простого кишиневца, нашего простого зрителя, рядового зрителя, не за что винить. Человек платит налоги, человек хочет, чтобы за эти налоги у него были хорошие сервисы, чтобы у него был крокосевый город, чтобы люди, которых он выбирает, они делали свою работу. И ему, он не должен знать, что Киртака набирает большое количество кредитов, и эти кредиты уходят в никуда, а отчеты идут, что они остекляют дома, несуществующие дома в отчетах, и так далее. Поэтому каждый из нас должен понимать простую вещь, что мы не должны думать, что тот факт, что он под уголовным преследованием сейчас, это каким-то образом освобождает нас от необходимости проголосовать за его отставку, потому что он не он до сих пор является генеральным примаром. Он временно отстранен, но он является генеральным примаром. И каждый из нас понимает, я еще раз обращаюсь к нашим телезрителям больше, дорогие телезрители, вы должны понимать, что вы видите, что наша юстиция это очень такой своеобразный зверек. Сегодня человек под уголовным преследованием, через неделю, через две, через месяц, на одном из следующих заседаний выносится решение, что недостаточно собрано доказательств, и человек возвращается на свою должность. И все, и Киртуаков возвращается на свою должность, поэтому мы не должны допустить, чтобы он вернулся. Я всегда говорил и писал всегда в социальных сетях, давайте мы, кишиневцы, все вместе выйдем 19 ноября, и вот мы сделаем так называемый народный суд над примаром, над Дарином Киртуака и поставим ему оценку за 10 лет. Мы удовлетворены работой нашего примара? Да или нет? Если мы не удовлетворены, мы пишем, что да, мы хотим отстранить Дарином Киртуака от должности. Если удовлетворены, пожалуйста, пишем, что удовлетворены. Все. Суд настоящий, имеется в виду суд уголовный или административный, суд по поводу тех дел, которые есть, уже будет, то есть юстиция разберется дальше с его судьбой. Но суд человеческий, суд гражданский, суд кишиневский, на который не может повлиять ни один представитель демпартии, на который не может повлиять Плохотнюк, Канду, Филипп, любой политик назовите, чем больше нас выйдет 19 числа, чем больше проголосует и выскажет свое мнение, и это будет настоящая оценка работы Примара. И мы поставим точку в этом беспределе, в этом действии, так называемого европейской столицы, которая была совсем не европейская, а как мы видим даже во многих городах, той же ненавистной ему России, как минимум центр города и ближайшая периферия, несравнима с тем, что у нас до недавнего времени творилось в центре. И по поводу то, что сейчас творится в центре, слава богу, в конце концов, мы видим уже по чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что эти последние несколько месяцев мы особенно долбили и дирекцию транспорта, мы долбили и в том числе и все муниципальные предприятия, которые работали, то есть уже хоть как-то начали наводить порядок. Понятно, что это должно было быть сделано еще пару лет назад, к примеру, Штефан Челмари должна была быть отремонтирована еще несколько лет назад. Но, по крайней мере, мы уже видим хоть какой-то свет в конце туннеля, хоть как-то, хотя и мы опять-таки к сожалению видим, что некоторые места уже и сейчас дорога прогинается, уже непонятно, как сделано. Это вопрос о качестве. Это вопрос отдельной темы, качество, и кто за это будет отвечать. Ну раз задумаешься, зачем они этим занимаются, если у них это не получается. Это к вопросу о команде, это команда, которая защищала и принимала. Ну, теперь, если можно, так сказать, используя ту информацию, которую мы получаем после заседания муниципального совета, поговорить о том, что еще предстоит делать, над чем предстоит еще работать муниципальным советником. Ой, муниципальным советником предстоит работать над очень многими проектами, начиная, ну, в первую очередь начиная от бюджета. Мы хотим, чтобы в этом году муниципальный совет принял бюджет как можно быстрее. Для чего? Для того, чтобы можно было распланировать. Я хочу напомнить, что при Дарине Киртака практика была принятия бюджета чуть ли не в середине лета. Бюджет нужно принимать осенью на следующий год. При Дарине Киртака бюджет принимался к середине, а то и к концу следующего года. Таким образом, он мог за это время наворотить дел, а там уже принимается загаданность. бюджета сам перетаскивать с одного, да, с одной, как это называется. С статьи расхода на другую статью расхода переносить. Вот. Большое количество социальных проектов, которые мы продвигаем. Ну, вот последний проект, очень важный проект, который я хотел бы, кстати, нашим телезрителям еще раз вновь рассказать. Я знаю, что и в новостях было в некоторых местах, тем не менее. Вчера мы приняли очень важный проект для определенной количества категории граждан. персонал, который работает в детских садах. Это в первую очередь повара, их помощники и нянечки. Мы знаем, что у них, к сожалению, мизерные зарплаты. Мы знаем, что в некоторых садиках даже не хватает поваров и некоторые группы даже не открылись в этом году. К сожалению, в течение последних десяти лет ни Киртуака, ни его команда, ни эти хваленные либералы, которые вчера в Мунсовете пытались что-то еще возражать, еще пытались нас, как говорится, троллить, говорить сюда, давайте не на 50, а на 100, а на 150. Нам все равно. И мы говорим, что... Или они говорят, давайте сделаем стратегию, разберемся, попробуем как можно больше увеличить. Мы говорим, мы согласны, давайте сейчас хотя бы увеличим на 50%. будем обсуждать стратегию. Потом будем обсуждать... Где вы были последние 10 лет? Люди получают по тысяче лет. Из-за этого в том числе и директора, и няни приходится собирать деньги у родителей дополнительно. И это здоровье наших детей. Тысяча лет в месяц это не деньги. И непонятно, как люди могут жить на эти деньги. Понятно. Но в любом случае наша фракция изыскала деньги в бюджете. Мы провели работу в течение нескольких недель с финансовым управлением. Изыскали более 3 миллионов лей. Лей из других сфер бюджета. Это скрытые расходы бюджета? Это были некоторые статьи, где были сэкономлены деньги. И мы просто покопались, поискали, собрали, чтобы вот этим категориям прибавить на 50% зарплаты надбавки. Хотя бы до конца года на эти 4 месяца. Понятно, что это немного. Понятно, что было тысяча стадий, тысяча пятьсот. Понятно, что все равно это мало. Но я вот говорил и на заседании, и вот кому советникам в кулуарах говорил, ну послушайте, для человека, который получает тысячи лей, для них даже 500 лей это ощутимая надбавка. Понятно, что это мало. Это не будет мотивировать того, чтобы человек с радостью шел. Но это начало. И мы согласились в том числе и наши коллеги по другим фракциям, что мы вернемся к этому вопросу в ближайшее время, на следующий год, чтобы изыскать еще деньги, чтобы дополнительно в следующем году повысить зарплату. Мы изыщем деньги для того, чтобы расширить категории людей, которые смогут получить надбавки, в том числе и медработники. Есть медработники и в садике, и в школе, которые тоже мизерные зарплаты. Это мало, но мы будем делать все возможное от нас, чтобы хотя бы хоть как-то подвигать. И есть целая категория людей, которые бюджетники, и которые получают деньги из кишиневского бюджета, которые остались позади всех на повышение, в том числе на уровне правительства. И хотя бы их нужно поднять настолько, насколько позволяет бюджет, настолько мы можем это сделать. И я согласен, и на заседании говорили, советники от разных фракций, говорили, что если бы в Кишиневе не воровалось, если бы в Кишиневе продавалась земля на аукционе, а не отдавалась бы из-под полы, если бы в Кишиневе земля в центре города или в парковых зонах, в парковых, но в центре города дорогущая земля не отдавалась бы под какие-то некоммерческие организации, под какие-то фантомные проекты, которые мы видели через какое-то время, это просто бизнес-проекты, бизнес-центры или многоэтажки, если бы эта земля валорифицировалась, то у нас бы в бюджете ежегодно были бы десятки, сотни миллионов лев, в которых можно было бы повышать цены, повышать зарплаты бюджетников, но, к сожалению, наш дорогой начальник нас этим не занимался. Смотрите, страшное государство построили, у нас огромные зарплаты у чиновников, мы прекрасно знаем, что, например, как чиновники, занимающиеся регулированием в энергетике, получают от 30 тысяч выше, чиновники в госпредприятии, трудно даже озвучивать эти цифры, потому что та же нянечка или тот же повар, от которого зависит напрямую здоровье ребенка, его будущее, потому что смотрите, нам нужны детские садики, чтобы мы могли работать, строить, опять же, создавать будущее для этих детей, а кто-то в это время вынужден будет сохранить жизнь своему ребенку, украсть что-то из садика, потому что жить на тысячу, 1200 лет невозможно сегодня, это один поход в какой-нибудь гипермаркет, этих денег нет, и на неделю заправить холодильник. Ну да, я вот добавлю, Светлаб, вы понимаете, я привел, Светлабович, один пример того, что нам удалось достигнуть, и что, как бы еще, таких примеров много, вот, мы сейчас так же работаем и над электронными билетами и GPS в транспорте общественном, да, к чему это приведет, это приведет к тому, чтобы их внедрение приведет к тому, чтобы будет более точное распределение, как финансовых потоков, и чтобы минимизировать возможность контроля, контроль над деньгами, которая, по слухам, идет прямо в карман Михаилу Гимпу, да, через свои предприятия. Это даст возможность неучтенного топлива, которое воруют, да, это даст возможность удобства, и так далее. Мы работаем, вот мы сейчас будем внедрять электронный документ оборот, мы хотим закончить и внедрение электронного голосования, которое мы тоже, мы в принципе уже деньги выделены, система уже установлена, остался последний шаг принять регламент и начать голосовать. К сожалению, человек, который занимался, ну, занимались мы все, комиссия, глава комиссии сейчас отъехал, ну, я думаю, сейчас мы его, как бы этот вопрос, как говорится, дорешаем, и электронное голосование будет. То есть, мы стараемся заниматься и социальными проектами, и большими инфраструктурами, там, где у нас есть, ну, определенная часть контроля. Понятно, что инфраструктурными большими проектами Киртуака старался все на себе, контролировать большие потоки денег. И он, он как бы исполнитель, исполняющий власть, он это делал. Вот, поэтому мы будем делать все возможное, что там, где мы можем влиять и выводить все на чистую воду и внедрять, то есть, мы будем это делать, безусловно. Здорово, что, в принципе, вчера прозвучала такая, знаете, как в религиозных программах звучит, благая вести, то есть, что референдум случится. Это, во всяком случае, мобилизует неравнодушных кишиневцев, неравнодушных к своей судьбе, к своему городу, и, возможно, это действительно послужит таким кардинальным изменением. И я могу дать еще один пример, почему нужно выйти на референдум. Очень просто. Я хочу нашим зрителям напомнить, как происходило, собственно говоря, что было с либеральной партией во время так называемого кражи миллиардов. В тот момент, когда все это происходило, либеральную партию как-то очень интересно вывели из коалиции, чтобы потом, как чистеньких и ни в чем якобы не участвовавших, вернуть обратно. При том, что мы все понимали, что Драгуцаны доставлены к ГИМПу, мы понимали, что как бы без их участия нет, но тем не менее вполне возможно, что и при определенных сценариях сейчас из Киртуака пытаются, понимая, что референдум набирает обороты, понимая, что мы дойдем до него, для того, чтобы как раз демотивировать кишиневцев, специально его отстранили от должности. Увели в зону комфортного, по белке стен в колоннице, где он может плакать, что у него нет личной жизни и ему испортили... Сейчас столько времени для налаживания личной жизни. И он сейчас будет сидеть целыми днями писать, что-то троллить, рассказывать про то, как он мечтает о Великой Румынии, как он мечтает о том, чтобы город процветал, но вот ему не дают плохие люди. А потом, когда якобы по возможному сценарию некоторых свыше якобы референдум провалится, то его вернут обратно триумфально следующей весной. Поэтому и еще и вот по этому сценарию, который я не говорю, что на сто процентов такой есть, но такая опасность, учитывая, что мы и наши зрители знают и понимают, на что способны сегодняшние власти. Потому что в течение восьми лет они показали, что такое... Они показали от а до я, что такое политическое шулерство. Они показали, что такое договороспособность между ГИМПу, Плохотнюком, Канду и так далее. И всеми вот... Что возникает всегда интерес. Да. То есть... Финансовый. И они показали, что такое политический театр. Поэтому, чтобы не оказаться обманутыми, я еще раз призываю наших кишиневцев сделать все возможное, чтобы этот политический театр, даже если он есть, чтобы они были и игроками, и зрителями, и в итоге и критиками. А мы исполним наш долг, мы скажем свое слово кишиневцы, и мы поставим им точку, чтобы никакие их политические уловки, там, давайте сегодня отправим его под домашний арест, завтра давайте арестуем еще кого-то, как будто бы он участвовал, потом он не участвовал, потом мы их всех выпустим. Кто-то пришел с Мамалыгой, в итоге доказано, что это не взятка Мамалыг, да, как Киренчука отпустили. Ну, это же смешно. Поэтому, чтобы такого не повторилось, чтобы такого не произошло, и чтобы не оказалось, что Киртаков все-таки чистый и пушистый, и он не хотел заработать на паркоках и так далее, да, давайте все-таки, ну, в хорошем смысле слова, добьем его политически, а уже юстиция, как сработает, это будет на совести тех судей, тех людей, которые принимают решения, это на их совести будет. Наша задача, как кишиневцев, всего лишь потратить один день, один день. Мы на многие, кишиневцы простые, к сожалению, не могут влиять на многие вещи. Они не могут влиять на то, как работают суды. Они не могут влиять на то, к сожалению, не всегда могут даже влиять на то, как работает муниципальный совет, потому что муниципальный совет это сообщество людей, разные фракции, разные политические течения, и их там, на 51 человек, да, если один кишиневец, группа кишиневцев может обратиться к той или иной фракции, в любом случае, не зависит все от одного человека, да, тут должно произойти результат переговоров, результат каких-то, Консенсуса Вот что на что он может влиять Это выделить полчаса Час своего времени Взять с собой своего друга Члена своего семьи Дойти до избирательного участка И поставить галочку Как он оценивает, в каком состоянии находится Кишнев И вот это самое главное, что мы должны запомнить Что на данном этапе Лучшего решения Чем показать свое отношение к тому Что делал Дарин Киртока последние 10 лет нет И нужно забыть про все партии Нужно забыть про политику Есть механизм, демократический механизм Который работает во всем мире И это впервые будет в Молдове Когда путем референдума Будет отстранен не просто какой-то Функционар, публик Не просто какой-то чиновник Не просто какой-то рядовой Где-то там кто-то Это городоначальник, это мэр столицы Мэр почти миллионного города Который превратил этот город В село Я думаю, что это действительно будет не победа Какой-то одной или той или иной политической силы Это будет общая победа Кишинца Это будет, да, это будет народная победа Абсолютно Хотелось бы, чтобы оно так и воспринималось И если, в принципе, наш с вами согражданин Вот будет нацелен на то, чтобы 19 число Должно стать триумфом народной победы То тогда, конечно, успех в этом референдуме будет Абсолютно И надо готовиться уже сейчас В том числе, я имею ввиду, ментально Ментально я к чему говорю Что рассказывать своим друзьям Говорить, что вы пойдете Пойдем То есть нужно настраиваться Нужно настроиться на то, что Это наш шанс поставить точку Все Дальше, что будет дальше происходить С Киртуаком, с юстицией Уже никого нет Столько раз мы уже становились на грабли Эти геополитические грабли Что, ну, простите меня Это наш шанс без политики Без русских танков Без унири Без ничего Просто сказать Нравится нам, как выглядит Кишинев И как изменится Кишинев за последние 10 лет Или не нравится Да или нет Если не нравится 19 числа приходим Курдам говорим, что не нравится Отстраняем мэр Все И однозначно будет лучше Спасибо за этот разговор Неоднократно, я думаю, до 19 числа Встретимся для того, чтобы обсудить Проблемы города Главного города страны И сквозь призму этих проблем Показать, в общем-то Что произошло И как можно изменить жизнь к лучшему Спасибо Спасибо Вы смотрели программу Городская среда У нас в гостях был муниципальный советник От партии социалистов Станислав Вартанян Оставайтесь с нами Будет интересно Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому